Здравствуйте! В эфире программа 7 минут. Сегодня речь пойдет о генетике и о том, что нужно знать будущим мамам и папам. У нас в гостях Григорий Иосифович Якубовский, заведующий медико-генетической консультацией областного клинического перинатального центра. Здравствуйте! Расскажите о современных методах профилактики рождения детей с пороками развития и наследственными заболеваниями. Ну, существует целый ряд методов профилактики, значит, рождения ребенка с такой тяжелой патологией. Значит, это и такой старый метод, как медико-генетическое консультирование, которое возник уже в начале прошлого века. То есть семья, у которой уже даже и вступающие в брак молодые люди, если они знают, что у них у родственников какое-то наследственное заболевание, были случаи рождения больных детей с какими-то пороками развития, они могут уже пройти консультацию. Цель консультации какая? Определить вероятность рождения больного ребенка, степень риска. Но не просто это степень риска, если это риск повышен, то затем и разрабатывается комплекс мероприятий каких-то, которые могут снизить этот риск, позволить своевременно выявить болезнь будущего ребенка. Приведите примеры. Ну, допустим, есть синдром морфана, есть такой, у нас целый ряд семей есть. То есть чем он такой наглядный, что он передается из поколения в поколение, он подчас не очень тяжело протекает, поэтому люди вырастают, создают семью. У нас есть в трех поколениях. Вот, ну, здесь и диагноз надо знать, потому что есть всякие проблемы могут возникать. И у мужчин, и у женщин, тем более, там, во время беременности. То есть их, вот, допустим, они обращаются, во-первых, они могут узнать степень риска, потом, как им наблюдаться, особенно во время беременности, на что обращать внимание, как это диагностировать, допустим, пытаться. В чем заключается подготовка к беременности? Что необходимо знать будущим мамам и папам, и какие обследования им необходимо пройти? Семья должна готовиться к деторождению. Это желательно, чтобы не наступало не спонтанно, а после принятия решения уже какие-то меры по подготовке. Какие это меры? Это оздоровление будущих родителей. Особенно, конечно, это касается женщин, потому что более ответственно. Не секрет, что уже даже к 20 годам у многих имеются хронические заболевания, да? Кто еще с детства тянется? Какой-нибудь тензелит, допустим, хронический, гайморит, пилонефрит, холецистит, ну, даже кариес. Кариес – это тоже источник инфекции, это микробы. Поэтому желательно до беременности уже пройти какие-то оздоровительные курсы у специалистов соответствующего профиля. Ну, это, естественно, санация полустирта, допустим. Какие-нибудь, допустим, может быть, лечение травами, там, какими-то препаратами почек. То есть то, что сделает менее вероятным обострение – это заболевание во время беременности. Потому что каждое обострение – это риск для ребенка. Какие обследования еще нужно пройти? Это те же самые известные всем женщины, наверное, обследованные инфекции передающиеся полным путем. Но их желательно проходить при подготовке к беременности. Потому что у нас по большей части получается как? Что женщина приходит, становится на учет, где-нибудь 5, 6, 7, 8 недель беременности, и назначает этот анализ. Да, его можно сделать, естественно, на любом сроке. Но надо учитывать, что нельзя лечить во время беременности эффективно. То есть получается, это просто констатация факта по большей части. То есть мы нейтрализовать действие этих микробов не можем во время беременности полноценно. Это очень важный момент – это прием фолио-кислоты. Не случайно во всех комплексах, которые для будущих мам, для уже, в смысле, для беременных, для кормящих мам, и при подготовке к беременности, они все включают фолио-кислоту. Но это эффективно, когда начинает женщина принимать фолио-кислоту, дожевательно, кстати, и с мужем вместе, до беременности. Советую 2-3 месяца до беременности, и затем уже первые 12 недель, когда закладка идет органов. И при очень многих, вот когда мы как раз говорим о пороках, при очень многих пороках, это как раз снижает иногда в 2 раза, иногда в несколько раз вероятность рождения больного ребенка. Как вы считаете, высокая ли у нас младенческая смертность? Если да, то с чем это связано, и как ее предупредить? Я бы не сказал, что высокая, но она, стремимся, конечно, чтобы более низкая была она, потому что пока мы все-таки от таких ведущих стран, европейских, США, мы отстали, показывали. Хотя она снизилась значительно за последние годы за счет интенсивной работы акушер-гинеков, какой-то вклад, наверное, мы вносим в это дело. Но хотелось, чтобы было еще ниже. И, значит, очень важно, тут вот помимо тех уже, о том, о чем я сказал, очень важно, вот имеется дородовая диагностика. И сейчас вот в стране произошла коренная реорганизация этой всей системы. То есть мы немножечко вслед уже за Западной Европой, с отставанием, но там, может быть, даже и хорошо, они это проверили уже, доказали свою эффективность, и потом внедрили мы. То есть акцент сейчас делается на первые три места беременности. Как ни удивительно, как, может быть, кому-то покажется странным, что очень многие вещи выявляются на маленьких сроках лучше, чем на больших. То есть вот 11 недель до 13,5 недель в этом промежутке, вот в специальных созданных кабинетах, оснащенных высококлассным оборудованием, языковыми сканерами, доктора подготовленные, плюс у нас там биохимическое всякое оборудование. То есть все в комплексе компьютеризировано и позволяет выявить очень эффективно, допустим, хромосомные болезни, которые до недавнего времени, в общем-то, это было, как говорится, диагноз ставить в основном уже при рождении. Теперь все это можно уже на сроке 11-12 недель, и в зависимости от степени тяжести порожения, в зависимости от решения семьи, тут уже можно принимать всякие там меры. Плюс грубые пороки некоторые, тоже очень интересно их выявить, конечно, вовремя, чтобы решить вопрос, и где женщине рожать, и кто будет помощь оказывать, и, может быть, уже проконсультироваться с тем же, допустим, кардиохирургом в Москве, который будет потом лечить ребенка будущего. Какую помощь вы оказываете новорожденным детям? И что в себя включает скрининги новорожденных? Помощь мы оказываем, ну, во-первых, у нас помощь уже с внутриутрового периода, потому что та же самая дородовая диагноз, о которой я сейчас говорил, там она еще продолжается не только в 11-13 недель, она и потом в 18-20, вот такое исследование. Мы как завершающий этап, то есть все неясное, все подозрительное, мы потом проверяем, то есть эта помощь уже на внутриутробном периоде какая-то, еще совместно с мамой. Тем ребенок рождается, и каждый ребенок, он в Российской Федерации должен на четвертые сутки жизни пройти в роддоме обследование на пять, наиболее, ну, такая программа в нашей стране, в некоторых разных заболеваниях, разной количеств, у нас пять. Вот, должен пройти обязательно обследование, это очень тяжелое заболевание, причем хороший эффект от лечения наступает, когда можно выйти очень рано, часто до того, тогда, когда кажется, что ребенок совершенно здоров еще. И назначение его от лечения, оно позволяет при ряде заболеваний, вообще сделать так, что никаких проявлений не будет, есть диагноз, а ребенок совершенно здоров. Это только врачи знают, что вот у него эта болезнь. Ну, родители, конечно, знают тоже. Есть, где можно сделать так, что проявления, может быть, и будут, но они так сгладятся, что, в общем-то, тоже никак не будет беспокоить его и родителей. Как важно встать на учет по беременности на ранних сроках? Когда мы говорим о дородиагнозе, здесь вот очень важно, чтобы женщины становились на ранних сроках на учет. Мы, к сожалению, сталкиваемся с такими вопросами сейчас вот чаще и чаще, что все вот такие неудачные, неприятные такие случаи, когда выявляются очень поздно эти случаи каких-то тяжелых очень пороков, они, ну, примерно на 40% из-за того, что женщина поздно встала на учет. То есть 20 с чем-то недель, 29, и вот она первый раз пришла на УЗИ при постановках на учет, и вдруг выявляется тяжелый иногда, ну, трудноизлечимый или даже неизлечимый на сегодняшний день, такие состояния. Вот. И, конечно, это создает проблемы и для семьи, создает проблемы и для общества, понимаете, что это, в общем-то, вот эти те показатели, о которых мы говорим, там смерть всегда. Да, многое очень можно, зависит от медиков, конечно, но некоторые вещи вот такие вот, которые я привел, это здесь мы совершенно бессильны, если это все поздно, то... Спасибо, что к нам сегодня пришли. На этом наша программа подошла к концу. Я желаю вам тепла, уюта и чтобы в вашем доме звучал звонкий детский смех. Субтитры подогнал «Симон»!